Как вы узнали об измене? Мне изменял мой первый муж, с которым я была в раке примерно от 21 года до 29. Мой муж не великий конспиратор, поэтому он везде оставлял следы своей изменческой деятельности, достаточно однозначные. Первый раз это случилось, когда я приехала с нашим сыном с отдыха, ему был почти год, мы приехали на поезде, все было прекрасно, я выхожу с ребенком по вагону, идет красавец-муж с большим букетом цветов, все в восторге. А на следующий день в детском манеже я нахожу пустую обертку от презерватива. Мне изменил мой молодой человек, с которым мы встречались на тот момент полтора года, это был обычный зимний вечер, я занималась музыкой, играла на фортепиано, и тут мне приходит сообщение от моих старых знакомых, давай встретимся с тобой сейчас вот на пару минут, буквально выйди, давай поговорим. Без задних мыслей вышло, спокойно мы сидели, разговаривали, и в один момент они мне говорят, тебе сейчас лучше сесть, мы знаем, что твой молодой человек тебе изменил. Когда ты слышишь такие слова, ты первым делом думаешь, что это все неправда и это все вранье. Мой молодой человек, с которым мы прожили около 8 лет, но встречались вместе мы 12 лет, я узнала об этом, когда он пришел и попросил расстаться со мной, и я спросила, есть ли у него кто. Он сам мне сказал, что да, у него есть девушка. У них там были уже отношения в течение полтора года, я об этом ничего не знала. Какой была ваша реакция на измену? У меня началась паническая атака. Я никогда в жизни не думала, что именно этот человек сможет меня так предать. Я доверяла ему просто полностью. Вот он полтора года это все скрывал, и мне настолько было больно, что у меня отнялись руки, я не могла говорить, я не могла дышать. Это такое ощущение, которое действительно никогда не пожелаешь врагу. Шок, такое ощущение, что вся моя жизнь обрушилась, разделилась на до и после на самом деле. Уже никогда не было так, как до этого первого случая, когда я обнаружила измену. Самое отвратительное, что вот эта тревога, это подозрение, которое однажды поселилось, оно уже никуда не уходит. Когда подозрения тем более оправдываются, ну то есть получаешь такое грустное подтверждение того, что все очень плохо, и жена ты плохая, и семья у тебя плохая, и муж у тебя плохой, и что делать совершенно неизвестно. Чувство безысходности оно просто накрывает. После того, как я это узнала, я бросилась к нему. Я бежала туда для того, чтобы он мне сказал, что это все неправда. Когда он вышел, я начала кричать, это правда. И когда он ко мне подошел и начал меня выводить в подъезд, чтобы при родителях как бы не разбираться, я сразу поняла, что это правда. Я упала тогда на пол, начала биться в истерике. Он пытался меня поднять, я кричала, чтобы он не прикасался ко мне, чтобы он не трогал меня, что он все испортил. Собственно, вот этот момент, наверное, был самый тяжелый. Когда ты понимаешь, что это все действительно произошло, и изменить ты уже ничего не сможешь. И последующие пять месяцев не было ни для меня, чтобы я не плакала, чтобы я не вспоминала об этом, чтобы я не думала о нем и о том, что произошло. Как ваш партнер объяснял свой поступок? Когда все стало совершенно очевидно, он еще какое-то время отрицал, но потом все-таки признал, что да, вот так случилось. После того, как эта история закончилась, и мы разводились, он сказал, я всего лишь один раз оступился, и я не виноват в том, что произошло. Он не стал отнекиваться, он не стал говорить, что нет, это все неправда. Он просто опустил глаза. Когда мы сидели на кухне, он просто сидел, смотрел в пол, и мы оба плакали. Потом, через несколько дней, он написал мне большое письмо, потому что он не мог мне, видимо, сказать вживую о том, как он жалеет. После этого письма мы встретились и все-таки решили, что, видимо, наши пути идут в разные стороны, раз такое произошло, и мы расстались тогда. Он сказал, что это стечение обстоятельств. Я, ну, лично я не представляю, как могут так стечься обстоятельства, что ты живешь с одной женщиной, а уходишь к другой женщине и проводишь с ней очень много времени. То есть полтора года — это не маленький срок. Это надо уметь скрывать, это нужно перенести вот это все, это нужно врать столько времени. Он объяснял это тоже еще тем, что у меня не такой характер, как ему нужен. Вы знаете человека, с которым вам изменили? Это была моя знакомая из школы. Мы с ней также очень долгое время общались. Она говорила, какая мы прекрасная пара, как она рада за нас, что мы вместе. Я знаю, что он живет сейчас с этой женщиной. Я ее не знаю, и у меня абсолютно нет никакого желания даже знать ее имя, кто это, что это, как она выглядит. Все мои подруги еще удивляются. Как ты не хочешь узнать? Тебе же нужно посмотреть, кто это, сравнить. А я не понимаю смысла в этом. Мы с ней по телефону разговаривали. Я говорила ей, понимаешь, он не хочет уходить из семьи. Она говорила, понимаешь, он хочет уходить из семьи. То есть у нас обеих были совершенно разные версии. Каждый из нас он предоставлял какую-то свою. Когда только-только я узнала, я винила себя стопроцентно. Только я одна виновата, я упустила, я где-то недосмотрела, что-то пропустила в его отношениях. Но сейчас я понимаю, что виноваты мы оба. Я не хотела его услышать в каких-то моментах. Он не хотел меня понять в каких-то моментах. И все это привело к тому, что вот так вот мы расстались с ним на такой хорошей ноте. Мы могли бы, в принципе, расстаться еще несколько лет назад просто хорошими друзьями, если бы мы разговаривали, если бы у нас был нормальный диалог. Да, я очень себя винила. Я очень старалась быть хорошей женой. Я старалась понять, что я сделала не так. Я старалась найти слова для того, чтобы объяснить ему, что для меня это неприемлемо, что я так не могу. Но дело в том, что измены для меня разделились на две категории. Первая — это если что-то в отношениях сломалось и можно починить. А вторая — вот это мой случай, к сожалению, когда от меня ничего не зависело. Если человек так самоутверждается, я могу быть самой лучшей женой в мире, но я все равно ничего не изменю. Как я могу что-то изменить, когда не во мне причина? Первое время нет, но потом, когда об этой истории узнали очень многие из близкого окружения, я слышала в свою сторону обвинение, что это я виновата, это значит, что я была такой. Я не проявляла к нему должного внимания. Тогда я задумалась, но это все было вранье. У вас получилось наладить отношения? В итоге домой он вернулся, в семью, предложил начать все снова. И через 3-4 недели стали появляться опять те же самые знаки того, что он мне не верен, того, что он не изменяет. Вот тогда у меня как будто стекло разбилось, как будто занавес упал, и все мои чувства ушли. И после этого я поняла, что на этих отношениях нужно ставить крест, и обратно уже ничего нельзя вернуть. Спустя 5 месяцев после того, как это произошло, мы начали общаться, разговаривать, пытаться понять, почему это произошло, анализировать прошедшие события. Вот ровно спустя 5 месяцев мы заново сошлись. И сейчас мы вместе уже пятый год. Я поняла, что просто я больше не буду находиться с этим человеком. Я тут же позвонила своему брату и уехала в другой город где-то на неделю. И мы периодически с моим бывшим молодым человеком, мы созванивались. У меня просто были истерики. Я не могла спокойно разговаривать с ним. Я была готова на все, чтобы его вернуть. Мне хотелось вернуть назад свою жизнь, которая у меня была. Я думала, что это происходит не со мной. И получается, когда я приехала назад в город, мы с ним увиделись, и я все же сразу же уехала к маме. И можно сказать, мы расстались сразу же, но у меня были какие-то надежды. Вы простили измену своему партнеру? Нет такой формулы, чтобы простить измену. Ты либо ее прощаешь, либо нет. Единственное, что я могу посоветовать людям, которые находятся в той же ситуации, что и я три года назад, если вы собираетесь простить человека, который вам изменил. Никогда, даже в самых тяжелых ссорах, не вспоминать то, что произошло. Первые 4 месяца я постоянно это вспоминала, упрекала. И на этой почве было очень много ссор. А потом в один момент мы просто договорились, что если мы идем дальше, то об этом надо забыть. И все. Уже вот на протяжении трех лет мы практически не ссоримся. Я простила, потому что я его очень сильно люблю. Свою жизнь без него я не представляю. Как он свою не представляет без меня. Но это было очень тяжело. За то, что бывший муж мне изменял, я его сейчас уже однозначно простила. У меня нет к нему никакой злости, никакой обиды, никакой горечи. Но, пожалуй, мне трудно простить именно то, что много лет меня выставляли дурой, когда я заявляла о своих подозрениях и убеждали в обратном. А то, что друзья мне говорили неправду, и я была вынуждена извиняться перед ними за свою грубость, когда я предъявляла им свои обвинения, не могу простить то, что сын служил ширмой. Вот это не могу простить. Честно, я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю, как можно простить. Просто человек для меня больше не существует. В плане партнеров, в плане поддержки и так далее. Хотя я, в принципе, могу сейчас позвонить в любой момент, попросить о помощи, и он мне поможет. Я думаю, что он чувствует свою вину. Я не знаю, просто живу дальше, не зацикливаюсь с ним. Как эта ситуация на вас повлияла? После этого я действительно изменилась как человек. Но это повлияло не измена. Это повлияло именно работе с психологом. И теперь все свои поступки я анализирую, и это очень сказывается на моем характере сейчас. Самый большой вывод, который я сделала из данной ситуации, что никогда не стоит жить только одним человеком. Я полностью всю себя вкладывала в одного человека. Я сейчас очень сильно об этом жалею. У меня не было никакого окружения, которое помогло бы мне справиться с моей ситуацией. Поэтому мне пришлось обратиться к психологу. У тебя всегда должны быть разносторонние взгляды. У тебя должно быть всегда много поддержки, много друзей и общения. Меня как личность эта ситуация, безусловно, изменила. Во-первых, она меня травмировала страшно. Она меня разрушила полностью. И потом очень большая работа внутренняя потребовала для того, чтобы вот эту целостность личностную восстановить. Во-вторых, я поняла, что нет никакой гарантии ни для одного человека, даже для самой лучшей жены, даже для самого лучшего мужа. И нет никакой гарантии, что человек не попадет в эту ситуацию. Потом, позже, переосмыслив все это, я поняла, что я очень сильно зависела от своего мужа. И это делало меня беззащитной. И жить мне стало гораздо легче. Когда я вышла замуж второй раз, у меня не было уже никакой тревоги, у меня не было никаких подозрений. Первые несколько месяцев я очень сильно ревновала. Постоянно тоже брала его телефон, что-то смотрела. Сейчас я понимаю, что это все такое ребячество. И если ты решил доверять своему партнеру, то доверяй полностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!